Ну так вот, тело человека является храмом Божьим в концепции Евангелия Иесеев. Ну, если уже конкретно цитировать, то тело человека – это храм Духа, а Дух – храм Бога. И, соответственно, при исхождении Бога в ваш дух и нахождении Духа в теле, возможно, познание так называемого закона Божьего, который не написан ни в каких писаниях, а который становится понятным после осознания творения Божьего. И Иисус также в этом Евангелии объясняет людям, что закон жизни, который можно познать с помощью Бога, находящегося в вас, он становится доступным только в том случае, если тело вернулось к матери земной и очистилось, очистился дух. И все это работает вместе в чистоте для увеличения вашего осознания, осознания творения. Вот. И также осознание творения, оно должно освободить вас от смерти. То есть вот та самая наследование вечной жизни, оно доступно только в том случае, если очищено тело, очищен дух. Ну, в моем понимании, что такое очистка тела? Очистка тела – это, ну, в первую очередь, здоровье, да, здоровье ваше. И это, там, ряд процедур, о которых мы поговорим в следующем видео, да, они тоже излагаются довольно подробно, хоть и несколько аллегорично в этом Евангелии от Весеев. А очистка духа, ну, с моей точки зрения, молитва, да, в первую очередь. Молитва в широком смысле этого слова, да, то есть лично я вот так классически не молюсь. Да, мне нравятся именно такие вот медитативные практики, я считаю, они очень неплохо разгружают сознание для того, чтобы оно освободилось. И верю в то, что рано или поздно оно освободится настолько, что начнут приходить прям реально видения, да, я смогу задавать вопросы. И бессознательное будет генерить, как бы, вот эти ответы. И, ну, с моей точки зрения, бессознательное – это и есть Бог. Ну, здесь уже, как говорится, любые трактовки хороши. Вот так вот о теле, как о храме Божьем, и уже о конкретных процедурах, да, как же все-таки привести тело в порядок, как вернуть его в лоно матери земной для того, чтобы в нем смог существовать дух. Мы уже поговорим в следующих видео, вот, так что посматривайте.